Осенью 1943 года красноармеец Абдинанова была заброшена в Крым, где в составе разведгруппы действовала на Керченском полуострове и добывала сведения о немецких и румынских войсках, дислоцировавшихся в Крыму. В феврале 1944 года группа была раскрыта, а все ее члены арестованы. После жестоких пыток и длительных допросов Алимя была расстреляна 5 апреля 1944 года. Она приняла для себя единственное правильное решение – защищать родину. И она это сделала. За 7 месяцев деятельности группы она и члены этой группы выполнили все, что от них зависело, к сожалению, ценой своей жизни. Ей было тогда, когда она погибла, 20 лет. Долгие годы ее подвиг был достоянием только семьи и государственного архива. И только 1 сентября 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении военной разведчицы посмертно звания Героя России. Более 11 тысяч были удостоены звания Героя Советского Союза. При этом около 238 человек получили это звание за освобождение Крыма. И вот 1 сентября 2014 года этот список пополнила еще одна фамилия. Молодая 20-летняя девушка, военная разведчица Алиме Абденанова получила звание Героя Российской Федерации посмертно. Сегодня же знак особого отличия «Золотая звезда» и грамота о присвоении разведчицы звания Героя России уже в Крыму. Это восстановление исторической справедливости, юбилейный год, 70-летие победы. Восстановлена еще очень важная историческая справедливость возле одной судьбы. Это очень важно для нас, очень важно для последующих поколений. Сожалеем, что это происходит посмертно. Жалко, когда молодые люди в расцвете сил выходят раньше назначенного времени и действительно не могут полнотеоризовать свои помыслы и замыслы. Но, наверное, была судьба ее стать действительно нашим героем, стать человеком, на которого будут уже смотреть дети, внуки наши смотреть и действительно понимать, что люди действительно могут совершать сложные минуты. Такие поступки, которые потом будут обязывать нас гордиться ими, гордиться ими поступками, умножать их. Храниться знаки особого отличия будут в Центральном музее Тавриды, чтобы история подвига Алиме Абдинановой, как говорится, стала достоянием республики. Одним из первых наших шагов по увековечению памяти Алиме Абдинановой будет восстановление имени на доске, на стене скорби, на стене памяти этого мемориала, который открылся совсем недавно, 9 мая 2015 года. Награда, высокая награда Алиме Абдинановой будет храниться и экспонироваться в Центральном музее Тавриды. Копии этих реликвий будут представлены и в музее, в мемориальном комплексе на месте профлагеря в Сахаре Красное. Память разведчицы, собравшиеся на церемонии передачи знаков особого отличия, почтили минутой молчания. Юлия Козырь, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ